Музыка Предыстория То есть для меня Да, для тебя Откуда вообще все это выросло? Мираж, позови, скажи Идея такая Значит, ну, несколько лет назад Вот Моя жена затащила меня Вот в этот круг Какой-то Ну, не то, что в бали-данс А вот этот танцевальный Вот этот в артистический круг На самом деле Эта область для меня совершенно неизведанная Потому что Последний раз дискотеку я держал В 1984 году Хотел держать дискотеку в 85-м Но взорвался Чернобыль Вот Ну, значит, в 86-м взорвался Я уже не помню Слушай, за 35 лет я что-то вообще помню Иван, ну ты шутишь Хочешь что-то помню А вот Взорвался Чернобыль И на следующий год Дом отдыха мне отказал Потому что туда привезли каких-то больных детишек От них там все шарахались Они заражали всех от радиоактивности Ну Вот И с той поры я Этим уже никогда не занимался У меня совершенно другая Деятельность А вот Ну и затащил меня в этот круг Ну, я так посмотрел Думал, что это весело А в реальности А в реальности оказалась тоска От которой мучаешь Ну вот вы посмотрите Вообще Что у нас вообще происходит В основном В основном Это вот эти убогие конкурсы Вот Точно Вот Если это превращают Из муслов в спорт Точно, точно Мои слова, девочка Мои слова Вот что ужасно Искусство это самовыражение В самовыражении не может быть правил А они навязывают вам правила Я побывал на 3-4 конкурсах В общем-то С самого начала До самого конца Это один и тот же танец Просто Ну, набор элементов Поставленный в другой последовательности Ой, с языка сняли С языка сняли Точно Ой, вы знаете Я был в прошлом году В городе Ярославле Там такая Липатникова есть А вот Ну, тоже тренер Что-то такое в этом роде Бурщику я могу А вот Она мне сказала Что они эти танцы Как из кубиков составляют А вот Под музыку Просто элементы Составляют последовательность элементов Это уже не искусство Ты права, Олечка Это спорт Вот В спорте Понимаете В спорте хорошо Там есть Оршин Которую можешь померить Чем оценивать Да Да, чем оценивать Твоя амплитуда Значит, амплитуда я не знаю А вот то, что, например Ты перепрыгнул, например, 2 метра 35 сантиметров Хорошо А другой перепрыгнул 2 метра 36 Отлично Отлично А как вас Оценивать Очень субъективно Очень субъективно Это субъективно Вот именно Что субъективно Не может быть Вот И эти убогие конкурсы Меня доконали Я на этом поставил крест Больше Наташку туда не вожу Мне это не интересно А вот Мне это не интересно Дальше были еще вечеринки Ну Вот это Я уже говорил вам Что рестораны я не люблю А вот Ну у меня какое-то Кремодезное отношение Я говорю Вот я если в ресторане сижу Я должен обедать Если кто-то там бегает Прыгает Орет там Поет Меня от этого мути Есть для этого бар Вот За границей Есть бар У нас баров нет Ну там где-то Ну Еще скажи Аппендаун Я там правда Дома не был Я даже не знаю Существует или нет А вот Но У нас Вот такой вот пивной Уймисимый Уймисимый Аппендаун Класс Сказал Я в этом районе Живу 30 лет И ничего здесь хорошего В этом плане не вижу Не взять На пиво-то А вот И поэтому И поэтому Я вот решил Такое создать Небольшое Попробовать шоу Где не только Вот люди танцуют Но где есть Песни Где есть И музыка Которой Нету Этот подлец Павел Шиян Я вот его Имя произношу На видеокамеру Я надеюсь Он услышит Это Увидит все Он не пришел Он сдрейхел А что делать будем Ну что делать будем Мы не будем Слушать классическую музыку Кстати Да Вот у нас есть А у нас есть девочка Она исполнит На самом деле Девочки Следующий момент Я Вот ваши эти Беледанцевые музыки Я их вообще не воспринимаю Для меня это просто Шумовой Вот как идет трамвай Я не воспринимаю Я тоже раньше не воспринимала И не собираюсь воспринимать Эту арабскую ерунду Это не арабская ерунда Это классная музыка Можно запнуть уши Просто посмотреть Вот Я собственно говоря Так и делал Я кстати с этого начинал Надашка Помнишь я у Замиры Ибрагимовой Затыкалуши Но правда Замирай Ибрагимова Там со своим этим Тимурской Они врубали мощность На полную И я Затыкалуши Это была деревенская дискотека Я устал А вот Эту музыку я не воспринимаю Владимир Извините Перебью вас Я тоже Когда начинала заниматься Арабским танцем Я воспринимала Только попсу Да И думала Вот тарап Кто занимается Кто-то поймет Что это Классика Я думаю Господи Как можно не только танцевать Как можно это вообще слушать А когда больше этим увлеклась То я Просто Просто Обалдеть Я согласен Но Ты понимаешь Ты Ольга молодая Какой я молодая Мне полтинник Ну и что А я-то родился в 60-м году Вообще-то Ведь все вот это мероприятие Я кстати вам говорил Я кстати вам говорил Не вы или пройдете Или дверь закрой А то дует нам тут Вот Я вам говорил Что вот это мероприятие Почему оно бесплатное Вон еще Давай открой Можно Открыть Другой окно Володя Я извиняюсь Приоткрой Как скажете Какое окно Открыть Я бы сама Открыть Вот это Любой Пусть дует здесь А то дует Да Вот и все Проблемы Спасибо Итак Вот это все мероприятие По поводу моего 60-летия Поэтому вы все Приглашенные Друзья Все вы приглашенные Друзья И поэтому все это Бесплатно И так далее Уймись Вот И старайся Додержаться до конца А то я тебя выносить Отсюда не буду Здесь четвертый этаж А что четвертый этаж Вот Мне 60 лет И в детстве Я воспитывался На классической музыке А вот Собственно говоря Я не воспринимал Даже бетлов Я их стал слушать После того Как мне по-моему Стало 34 года Я первый раз Прослушал бетлов Ну так ничего Мне даже понравилось Кое-что А вот Я воспитывался На этой музыке И поэтому Все это для меня Такое шумовое оформление Вот А здесь вот Много представителей Люда Заходи Хватит вольтеть дурака Вот Например Вот В последние годы Благодаря нашей Квартирома Кто помнит Квартиром? Да классно Все помните Вот Благодаря Квартироме И Тахмине Назаровой Я стал воспринимать Цыганскую музыку Если кто Вот старшего поколения Помнит Что нас воспитывали На том Что цыганщина Это мещанство Это убожество Некрасиво Ну и Ну и в наши годы Был театр Ромэн Я не считаю Маша Шашкова Ее же Папа Был Куповодителем А я с Машей Шашковой Контактирую И вот Цыганам Стало совершенно Я раньше тоже думала Что это такая вот музыка Как вы сказали А после общения Шашковой Я поняла Что это Огромнейший Класс И здесь не в этом базар Не об этом разговор Я понял Другое Почему нам Прививали Нелюбовь К цыганской музыке Цыгане Не были крепостными Это свободные люди Советский Союз Не терпел свободу И поэтому нам все время Вот эта цыганщина Цыганщина Гитара Цыганщина Это все опускалось Ниже Плинтуса Ну конечно Поднимали там Баха с Бетховеном Это неплохо Но жалко Что это цыганские песни И цыганскую музыку Опускали вниз Вот я говорю Я стал слушать Ее буквально Вот год-два назад До этого я Цыганщину Не воспринимал Совершенно Я вообще цыгане боялась Да Я выключал радио Если это слышал Никогда не воспринимал А вот Кварта Рома Большой есть Спасибо И Тахмина Назарова Немножечко Изменили Мое мнение На этот счет Ну Кварта Рома Кварта Рома Кварта Рома Она прям похожа В стыганском танце Она больше Да Свои Несетки А то кто-то Узревает Володь Не перебивайте Ольгу Надо придерживать Других Может потом За столом Вот это все Говори Ну не за столом Она не может Ставить Она очень хороша В филе Если вы не хотите Дать Ольге Слово Так и так Не надо мне Давать слово А то я тут Остер Заговорю Сейчас Вообще Не надо Не надо Загубите меня Нет Во втором Антракте Да Антракт будет Еще поговорим Будет вам Антракт Будет вам И котик Давайте лучше Танцевать начнем Ну что ж Отдите танцевать Давай Слюбительная часть Я ее вообще Практически Не знаю Ну расскажи Я себе Хоть что-нибудь Кто ты такая Что такое Вот когда Заинтересовалась Этим Танцем Сколько лет Этим Занимаешься Лет 15 Занимаешься Вот Уже лет 15 Все у меня Продет Цыганы Бабушки Вот Ух ты Вот видите Это Настоящая Цыганка Настоящая Полонна Ну с корня Не с корня Видимо Это из волос Это из волос Володь Я занималась В одной группе Несколько лет Я даже ее не знала Вот так Но мы делаем В глубокой зрелости В глубокой Ну что поделать А в обычной жизни Кто ты такая В обычной жизни Я была раньше Банковским работником Вот так А в данный момент Я на свободе На свободе Я понимаю Что она на свободе Нет Но слушайте Цыгане И банковские Работки Это уже Что-то Интересно Вот Если у нас Останется время Я прочту Вам рассказик О цыганке Ну что же Время на цену Сейчас мы в танк В стиле В таборном стиле В таборном стиле С каждой же подразделение Разновидность Готовь? Сигном готовы В таборном стиле В таборном стиле СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка Да, это я тот самый человек, которого больше всех ненавидят, опирает фильмы и пускает в эфир рекламу. А, это не то есть фейдеры двигать, да? Так что, пожалуйста, не сердитесь на меня, но это я. За это платят деньги. Я сердиться не буду. Я никогда не смотрел российское телевидение, у меня вообще даже нет телевизора. У меня даже нет телевизора. У меня есть интернет, а зачем же мне телевизор? А то там рекламы нет. Я-то и никакой рекламы в интернете нет. Ну, там можно сказать, что у меня и муж журналист. Ну, можно, он смотрел сюда. Так что мы телевизионные работники. Вот видите, у нас сегодня танцуют телевизионные работники. Кстати, а как вы пришли к танцам? А у меня, моя мама заметила еще в детстве, что я одеваю на себя все ее украшения, из платков делаю какие-то наряды и что-то пытаюсь двигаться. А вот, ну... То есть это с глубокого детства, да? Нет, мама посмотрела и отдала меня в спорт. Какой? Вся душа моя была против. Какой спорт? А разный. Баскетбол, гребля. Да, что еще? Ну, рост, да. Самый. Фигня. Да. И когда, наконец, у меня освободилось время, я стала думать, чему себя посвятить. Вот. Ну, так как я с детства как-то тяготела к яркой косметике, ярким нарядам, и во мне... Вот я стала думать, танцы каких много. Чувствую, у меня бурлит кровь на восточной. Ну, у меня по маминой линии татары. Ну, вот спасибо маме. Правда, к танцу живота они не относились. Кстати, все мои родственники по маме голубоглазые блондинные. Вот. Ну, наверное, вот спасибо маме. Ну, вот какой интересный рассказ вы о себе преподнесли публике. Ну, что ж, а теперь время. А камеру-то все пишут. Итак. Шик-шах. Шик-шах-шок. А-а-а. Ой, классная музыка какая. Вспомнил. У вас очень оригинальный Шик-шах-шок. Он сведен из трех, как говорили. И сведен. И сведен, причем очень мастерски. Я когда его прослушал, я обратил внимание. Думаю, как же это они так сделали. Ну, я думаю, что все центральное телевидение сводило этот Шик-шах-шок. Ха-ха. Я. Вот, что значит, что вас видеть. Вот, что значит, дары. Так. Погромче. Ну, погромче не получается, хотя у них колоночка. Старайтесь. Жалко. Ну, видишь, уже что-то. Телевидение. Еще немножко. Ну, Иван, ты мог бы помолчать, а? Мог бы, но это очень трудно. Ну, вот, снил меня. Извиняюсь. Пи. Да на этом остановимся. Сейчас. Да что ж ты. Ну, если что, у меня флешка есть. Флешку надо еще куда-то вставить. Флешку надо еще csipить. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Слышко. Ха-ха. Ха-ха. КОНЕЦ 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 ДОНЦ ДИНАМИ switch РАВТ РАВТ И definite Звучит музыка. 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 Я не люблю вот эти, как они называются, дипломы такие на бумаге, но это на прошлый век похоже. Единственная просьбочка, девочки, чуть-чуть немножечко туда подальше, а то... Итак, кто у нас следующий? По-моему, у нас следующий Наталья Малкина, да? Я в романку, я в ромку говорю? Или я в чем-то ошибся? Малкина Наталья, Калинка. Малинка, Калинка, 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 Малкина Наталья. Вот Малкину Наталью я первый раз увидел, я забыл, а по-моему, это было Пушкина, да? В Пушкина я тебя увидел, да это вот и как-то промелькнуло мимо моих глаз, а в Пушкина я его видел, Дикие Танцы. Ну это, да, это шедевр, это то, вот, ну где она родилась, это ее чисто, Дикие Танцы. Я очаровался ей, только я так к ней подошел на расстояние, да, она взяла и переоделась. А какой был Костюм? Прямо перевал. Взяла я ее, бывает так. Просто, я не могу ее забыть, и воспринимаю я ее только как Дикие Танцы. Хотя вообще, Наталья, это великолепное шоу, вообще-то на самом деле, на самом деле, она у нас так страдает раздвоением личности. Да, потому что ходишь туда сюда, невозможно в кадр вводить. Потому что, потому что, на самом деле, на самом деле, все танцы, которые вы видите в исполнении Натальи Малкиной, это симбиоз ее исполнительского мастерства, и кто у нас, кто у нас, Камаева Ася, автор всех этих танцев. Вот их такой творческий дуэт создает шедевры, которые, вот я думаю, вы сейчас увидите. Этот новый танец, я его, кстати, не видел. Вот, мне Ася сказала, что он у вас только-только готов, да? Ася не танцует, но она чего-то там сегодня покупает мебель, идет к стоматологу, в общем, она открутилась. Это очень хорошо, а то бы я получила. При мне никогда. При мне никогда. Ну что, давайте посмотрим их новое произведение. Я вас не могу сказать, что на самом деле все-таки двое. Так. А вы в дуэте танец, да? Нет. Я же сказал, это дуэт творческий. Автор танцев Камаева Ася, а талантливый исполнитель Наталья Малкина. Поехали. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 я собственно не переживаю а это не хорошо ведь это уникальное уникальное создание сама расскажешь или мне рассказать о тебе я даже имя сменила ни в коем случае ни в коем случае не надо ничего менять перед вами во-первых пилот международных вот этих пассажирских авиалиний что мы водили? Боинг? а это я в них не разбираюсь ты знаешь я не летал самолетами ни разу да я их ужасно боюсь как метро вот это москвавское я даже боюсь самолетов много лет назад ну наверное года 34 назад меня пытались посадить в самолет ты наверное такой знаешь Л410 да 14 мест мы летели там всего-то 200 километров в общем меня вывели на взлетно-посадочную колосу пилот орал садись стюардесса меня затаскивала я поехал поезд мое единственное первое возможное авиационное путешествие сорвалось помимо этого это у нас красавица еще занимался авиационным спортом правильно? да что это там такое? на чем ты там летал? я тоже этих моделей не знаю но их очень много их очень много во всяком случае во всяком случае авиационный спортсмен я была в женской пилотажной груз а так она не знаю классно при АКБ ой при КБ Сухого наверное слышали так это еще не все она прошла полную подготовку для космических полетов на самом деле это не летавший космонавт обидно что она все таки не попала а мне обидно а мне обидно вдвойне обидно потому что я бы мог сказать что я стою рядом с настоящим космонавтом они и так настоящие и так настоящие совершенно верно и сурдокамера и эта самая центрифуга все тобой пройдено ну а теперь послушайте как она прекрасно поет давай просто здесь многие хотели классики и я решила здесь классику ай сейчас секундочку ну придется пить так да лучше наверно так потому что это вживую сейчас у нее все получится не волнуйся не волнуйся спокойно и спешить никуда не надо а у нее другой есть вот молодец запасливая женщина я японская техника делаю все в Китае если бы они делались в Китае эта японская техника бы работала а то она делается нами вот эта техника делалась в Китае и она работает уже 10 лет а пыха уже больше вот без вот столько работать не тут не нашел это мои подсоединяешь? нашел нашел житель есть но буду через подсоединяю и и КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Так она, под таким углом она делала. Я сейчас тоже разминалась. Да, ты делала это под таким углом, я подумал, вот она сломается. Фамилия оказалась Ломачевская. Но потом она сказала, что она еще и шалена, она еще и шалить умеет. Вы заметили, хорошо шалила, да? Хороший танец, понравился, я думаю. Вот что-то колоночки, надо было все небольшие привозить из дома, но мне был так лень на себе тащить. Ну, давайте попробуем их платную колонку. А это были бесплатные? Это мои, собственно. Понимаешь, Иван, я не поклонник громкой музыки. У меня играет очень тихо все в доме. Она захватывает грустно. У меня играет Моцарт там и так далее, но... Вам надо акценты слышать. На были дэнси, поэтому нам нужно громко. Ну, я понимаю, ну что поделать. Слушайте душой, а не ушами. А, кстати, это Милана у нас там говорила сейчас, да? Люда. А это Люда. Ну, тогда на сцену Милана. Ну, я вот еще один подарок. Во-первых, она позволяет назвать нашу вечеринку международной. Правильно? Да. Гражданин Белоруссии. А-а-а. Украину. Вот. И поэтому ты у нас международный. Это первое. Надеюсь. Ну, а... Ну, что, макияж. Второе. 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 Вот ее я тоже увидел в Мецопорте. И первое, на что я обратил внимание, как истинный мужчина на бедра. Их не заметить невозможно. Их не заметить невозможно. А потом она начала танцевать, ну, и очаровала меня. Понимаете, ну, как вот сказать. Танцы я делю, собственно, на две категории. Вот такие, как у Малкиной. Танцы спектакли, танцы какие-то рассказы. Ну, короче, шоу. Вот. И те танцы, которые заставляют тебя двигаться. Вот Миланка именно такая. Вот когда она плясала в этом Мецопорте, мне хотелось выскочить, сидеть за ней на сцену. И попрыгать там, как к козлу старому. А вот. Ну, я думаю, она... Попрочем, попрочем. Она тоже заразит этим танцем. Сейчас я посмотрю, что у нас. Барабаны Востока. Ну, это будет что-то типа таблы. Да, таблой будет. Барабаны Востока. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким замком только в големе у арабского шейха. Итак, красненькую, ну красненькую, значит красненькую. Пишись, там места много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе тоже карточка участника. Вот. Молодец! Артист никогда не должен быть стеснительным. Это самое главное качество артиста. Не бояться подать себя. Да. Итак, кто у нас следующий? Сейчас я его погляжу. Да. Алисова Людмила. Станцентараб Савах. Ну вот я там посмотрел, где-то в словаре. Слов Савах обозначает поле, да? Нет, Савах на самом деле переводится это имя любимого человека, Саваха. О, который... Который уезжает и приезжает. А женщина ждет, страдает, вспоминает приятные моменты. Он тут приехал, вот и все. Ну, мы мужчины все такие, добрее. Ну, это не новость, да. Это не новость, да. Ну, что ж, давайте посмотрим Савыка. Продолжение следует... Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда первый раз она как-то взглянула на меня мельком Да Это было Ну что ж Кто у нас следующий У нас видимо Олька Прокопова Кстати Уважаемые друзья Построят программу практически по фамилиям Если кто Смотрел в интернете Мои Лирши Кто прочел такой Девиз Что у нас нет первых У нас нет и последних Но ведь кто-то должен начинать Программу Обычно в таких случаях говорят Честь открыть предоставляется Ну я этого не хотел И поэтому честь открыть предоставилась Господу Богу У кого какая фамилия Ну вот сегодня была Гуськова Да Вот И как вы видите я построил это все пофамильно Ну есть несколько отклонений Тут меня попросили кое-что Передвинуть Несколько отклонений есть А так у нас теперь Ольга Прокопова Что у нас? Венгерка Цыганский веселый танец Ну сейчас я запускаю музыку И мы Послушаем Сейчас Ой Ольга Прокопова Звучит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА